Сегодня я вам наконец-то покажу свою крохотную комманатушку, коморочку, куда я переехал. Шумоизоляция дверная просто никакая. Когда выходишь в коридор, слышно абсолютно все, о чем разговаривают соседи, как они снимаются кексом. Я вам сейчас покажу, как выглядит моя кухня, в которую я уместил столько много, что место осталось еще на несколько вообще шкафов. Это ручная работа, и это моя работа. Это Рига. Здесь каждый район написан буквами. Он сообразительный, умный, энергоэффективный. Люми, расскажи зрителям, как тебе нравится в новой квартирке. Скажи, ты доволен вообще? Какой бы ты выбрал, если бы не я заставил тебя сюда переехать? Скажи. Главное, что со мной. Правильно. Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Добро пожаловать на канал, к вашему любимому рижскому блогеру Феликсу с котом. И мы с котом переехали на нашу новую квартиру, которую мы купили где-то приблизительно в середине февраля. Видео есть все на моем канале. Если вы кто-то новенький, случайно попали на наш канал, заходите, посмотрите несколько видео. Возможно, вам понравится и вы решите остаться. Нам будет очень приятно. Ну а все, кто уже со мной давно и с котом тоже, еще раз добро пожаловать. Радую вас, как всегда, видеть. И сегодня долгожданный, предварительный, правда, рум-тур по квартире. Нет, это появилась такая возможность снять все, что сделано, что установлено, что прибито. Но, конечно же, новоселье еще предстоит. И здесь действительно еще очень много чего надо делать. Несмотря на то, что квартира 30 квадратных метров, планов очень много. Все требует финансов, ресурсов, денег, времени. Поэтому все будет делать постепенно. Кому интересно, конечно же, оставайтесь подписанными на канале. И я буду все показывать. Сейчас в Латвии длинные выходные. И даже не все какие-то детали пришли еще, которые я заказывал онлайн. Поэтому решил, ладно, не буду откладывать. Сниму все как есть, подробно. Ну а потом мы будем постепенно, потихонечку дополнительно обустраиваться. Только что помыл окна. Чтобы было еще светлее, чтобы было хорошо. И рум-тур такой хочу заснять в течение дня. То есть сейчас приблизительно полдень. Примерно вот такое вот освещение в квартире. Квартира светлая. И здесь закатная сторона. Я специально выбирал. Мне не нравится, когда солнце с утра. Но мне очень нравится смотреть на закаты. Закаты здесь очень красивые, шикарные. У меня такое большое окно. И я сижу и прямо наблюдаю за красивейшими закатами. Природа, наверное, это лучший режиссер, сценарист. Начинать, наверное, будем с прихожей, которой в принципе нет. Это такая прихожая часть. Да, расскажи всем, расскажи. Сейчас ставят вот такие вот двери. Они считаются противопожарные. Они стандартные. У всех соседей установлены такие двери. Белые. Примерно вот такой вот звук. Шумоизоляция дверная просто никакая. Когда выходишь в коридор, слышно абсолютно все, о чем разговаривают соседи. Как они снимаются кексом или еще чем-то. Поэтому, распознав эту беду еще при покупке квартиры, я решил, что я сразу же буду ставить дополнительную дверь. Эпопея с дверью от фирмы Продекс у меня есть на канале. Я уже не буду повторяться. Но только скажу, что по счету это была третья дверь нормальная, которую нам с тобой установили. Правда? Да, скажи, я тоже был очень-очень разочарован этой фирмой и отношением к клиентам. Но, к сожалению, выбора не было. Потому что мне хотелось вот именно такую дверь. Почему? Потому что здесь ванна точно такая же дверь. Чисто эстетически это создает очень приятное впечатление. Нет такого, знаете, общежития. То есть появляется такой психологический как бы барьер, что там другая комната, куда тебе нельзя пока что выходить. Хорошо? Я совсем на чуть-чуть закрою дверь в душевую и в туалет. Она всегда у нас открыта, потому что нужен доступ. Нужен доступ в место, которое очень важно. Но согласитесь, что это создает более приятное впечатление, нежели тут была просто белая дверь. И, ну, как бы такой вот выход. И действительно, шумоизоляция очень плохая. Поэтому я поставил эту дополнительную дверь. Обошлась она мне в 700 евро. Я считаю, что это очень дорого. Я заказывал себе дополнительные вот такие вот. Я даже не знаю, как это правильно называется. Видите, там такая резиночка, которая присоединяется при закрытии к полу. Поэтому я просил именно, что мне нужно, чтобы дверь выполняла первые задачи. Это не охранять нас, ничего. То есть я там не закрываю ее второй раз. Мне хотелось именно шумоизоляцию. К сожалению, могу признать факт этот сразу, что особо шумоизолированию это не помогло. Ну, чисто визуально и эстетически, мне нравится, как это выглядит. И мне вполне комфортно. Я не жалею об этой покупке. Тем более, что эта дверь помогла мне создать столько контента, привлечь новую аудиторию. Вы, конечно же, тоже привлекаетесь, подписываетесь. У нас были баталии, дискуссии. Мы писали заявления. Я живу такой жизнью, блогерская, лайв-блогер. И я очень люблю общаться со своей аудиторией. Конечно же, я вас жду в комментариях. И, пожалуйста, пишите, что вы думаете. Правильно, например, я поступил. Либо можно было оставить просто одну дверь, и я просто выкинул деньги на ветер. Но я вам честно рассказываю о всех своих впечатлениях. Еще раз хочу проговорить этот момент, что блогер показывает свою жизнь и только свой опыт. Я никогда ни к чему не призываю. Я не продаю ни двери, ничего. Не отговариваю, не заставляю никого. Я делюсь своими впечатлениями. Я делюсь ими такими, какие они есть на самом деле. Моя задумка была такая, как я и сказал, повышенная шумоизоляция. Шумоизоляция, может быть, она чуть-чуть и повысилась. Если сказать, что это чуть-чуть, то это вообще вот чуть-чуть. Как бы соседи я, конечно, не слышу, но слышно, когда кто-то выходит в коридор, закрывает, если кто-то разговаривает. В таком плане это слышимость есть. Хотя это не гипсокартон, это бетонная стена. То есть все монолитные стены бетонные. Только и гипсокартоновая конструкция. Это отделена ванная комната. То есть это гипсокартон. И вот это гипсокартон. Это был такой специально сделан здесь отдел, либо ниша для того, чтобы здесь поставить встраиваемый шкаф. Но я все передумал. Никаких встраиваемых шкафов мне здесь не надо, потому что квартирка студии, она имелась в виду, что здесь будет стоять спальное место, диван. Но так как мне 40+, я уже на раскладных диванах спать не могу, не хочу. Я люблю комфорт, поэтому у меня кровать. Кровать, конечно, еще пока что не совсем застелена, потому что я вот сказал, что еще не успела покрывала прийти. Очень красивая. Кстати, я в H&M купил. Оставайтесь, подписывайтесь, и вам обязательно покажу. Шикарная, мне очень понравилась она. Ну что же, пойдем дальше. Буду вам потихонечку показывать. Кстати, для спонсоров канала, становитесь спонсорами канала, всего лишь евро 99. Я покажу также, как полностью выглядит эта квартира с видом из окна. И это очень важно при том, чтобы посмотреть, как кухня играется. Ну, а я иду вот в это проблематичное место. Это вешалка такая стандартная, которую я забрал со старой квартиры. Она у меня стояла в коридоре. Посмотрите мои видео из старой квартиры, кому интересно, сравните. Это была Сталинка, 50 квадратных метров, с высокими потолками. Здесь тоже очень высокие потолки, метр семьдесят восемь. Извиняюсь, два, семьдесят восемь. Меня устраивает вполне. Вот здесь по проекту планируется шкаф. Я решил где-то метровый шкаф. Да, после вот этой вот гипсокартоновой перегородки поставить. Ну, пока что вот таким вот образом я разместил некоторые свои вещи. Конечно же, что-то зимнее еще спрячется. Сейчас расскажу, куда я все прятал. Хотя есть видео на канале, где вы можете посмотреть отдельную распаковку. Немного обуви. И переходим в спальное место. Когда здесь появится шкаф, спальное место еще больше отгородится. И будет, так скажем, более уютно тебе спать со мной, правда? Так как я живу не один, прошу, пожалуйста, не заострять ваше внимание на том, что помятая постель, либо здесь мы играемся. Да, то есть места у нас сейчас не так много для игрушек. Кровать я заказывал в латвийской фирме. Мне очень-очень нравится ее качество. Она просто шикарная, я считаю. Видите, ребята очень постарались на славу. Сделали очень все хорошо, очень качественно, очень приятный материал. Но цвет я выбирал сам. Мне хотелось такой очень нейтральный. Эти две подушки и наволочки пока что, к сожалению, у меня не было возможности заменить. Я купил только один комплект белья такого нейтрального цвета, потому что в предыдущей квартире у меня очень необычный цвет, яркий, поэтому белье старое, оно не подходит. Ну, пока что такое, кстати, белье это из микрофибры. Вы знаете, оно мне не очень понравилось. Я буду что-то менять. Ну, а так, это массив латвийского дуба. Делаю рекламу латвийскому дубу. Спать на ней очень приятно. Матрас я тоже покупал. Это была одна из первых покупок. Мне очень нравится. Это беленый дуб. Со временем мне сказали, что он немножко потемнеет. Высота кровати 40 сантиметров, что позволило мне спрятать туда мои два чемодана, чтобы не видеть их. и какие-то системы хранения туда можно будет еще запиндурить. Весь процесс обустройства новой студии я показывал на своем канале. И было очень много комментариев. И я хочу сегодня тоже в этом рум-туре, комнатулька-туре, ответить тем, кто делал такие, например, замечания о том, что, Феликс, тебе нужна кровать в такой маленькой комнатушечке, куда ты в келью свою переезжаешь с системой хранения. Теперь я всегда отвечал, что нет, нам такая не надо, люди спорили. Теперь я покажу вам, почему она нам не нужна и почему она сюда абсолютно не подходит. К сожалению, многие люди, они не видят общую картину, они любят переносить мои действия либо мои мысли, мои покупки в свой интерьер и не думают о том, как это действительно выглядит здесь. Теперь представьте, что здесь будет система хранения, которая обычно здесь выдвижные ящики, один выдвижной ящичек, и по бокам. Естественно, если мы логически включим свой котелок, то поймем, что там мы никогда ничего не откроем, потому что там что? Стена. Здесь мы тоже в принципе ничего не откроем, потому что со временем здесь встанет шкаф. И из вот этой огромной кровати со системой хранения, которую мне предлагали, естественно, остается только вот этот один шкафчик, который здесь, который я тоже не могу особо открыть, потому что на данный момент здесь у меня рабочее место, рабочий стол. Я надеюсь, что такое объяснение позволит многим научиться думать более пространственно, думать более логично. Второй, наверное, момент, что предлагали, это кровать подъемную. Вот это подъемная кровать, которая будет постоянно обдирать стенку, шкаф, потому что места здесь, как вы видите, не очень много, все равно как-то что-то там будет той же самой простыней, поднимание, поднятие, опускание, мне кажется, это вообще нелогично, все равно там будет собираться пыль, грязь и так далее, и что особо там хранить. Но я же не буду сюда себе покупать 280 комплектов белья, 385 одеял, у меня здесь не семья из 9 человек, что мне каждому что-то надо. Я вам сейчас покажу, как выглядит моя кухня, которую я уместил столько много, что место осталось еще на несколько вообще шкафов. Я даже не знаю, нужен ли мне шкаф, потому что я в принципе все могу засунуть в кухню. Но рум-тур у нас круговой, поэтому на кухне мы еще дойдем, оставайтесь со мной. Кстати, о поле скажу, пол очень классный, я точно не знаю, что это, наверное, это ламинат, сейчас вот такая вот новая система какая-то, знаете, такими прорезинными штучками, я не знаю, как давно такое делают, но на старой квартире у меня нет такого ламината еще. Дуб, красивый цвет, моется легко, пока что у меня нету пылесоса, но он мне очень срочно нужен. Ну, а я поднимаюсь с колен перед вами и мы идем на мое рабочее место, пока оно выглядит вот таким вот образом. Не забывайте смотреть мой канал, видите, я специально открыл на компьютере свой канал. друзья мои, у меня появилась такая интересная идея, сейчас, на данный момент, когда вы увидите весь ром-тур, мебель расставлена, ну, так как она расставлена на данный момент, но у меня появилась такая идея снять еще один ром-тур, и у меня есть не два, а целых три варианта расстановки мебели. Я вообще не думал, если честно, что на 24,8 по-моему, жилой площади можно столько делать манипуляций. Первый раз, когда я зашел в эту квартиру, мне казалось, боже, она такая маленькая, как я тут буду жить? Это просто невыносимо. Мне казалось, мое пространство настолько жалостно, теперь, когда я здесь пожил несколько дней, неделю, можно сказать, я вообще понимаю, что здесь столько возможностей, столько вариантов, и я хочу с вами, во-первых, поделиться возможностями расстановки мебели, которая на данный момент есть, ну, и, возможно, вы проголосуете, а, возможно, вы предложите еще какой-то, понимаете, потому что иногда я не вижу то, что вы говорите мне в комментариях, мне будет очень приятно, поэтому это будет отдельное видео, одно из последующих, оставайтесь. Все, ребенку надоело проводить ром-тур, и он пойдет спать, но мы не будем ему мешать, мы переходим на наше рабочее место, стул, он путешествует со мной очень давно, он путешествует, по-моему, стул был куплен одним из первых в первую мою квартиру, откуда мы сейчас съехали, этот стул пойдет на балкон, ну, как временный вариант, я, к сожалению, вот эти, не успел купить очень два красивых кресла, таких рабочих, подходящих под цвет моей квартиры, цвет, я даже не знаю, как он называется, оливковый, это, кстати, вот один тон, но уже на камере вы можете видеть, как он меняется при освещении, при освещении, вот так вот, тут можно даже увидеть три, три тональности его, да, хотя это один, это один цвет, это один цвет, так, как он называется, не знаю, что-то оливковое, оливковое-фисташковое, естественно для сынишки когтеточки это одно из важнейших важнейших занятий для него таким образом он показывает заботу о себе и обо мне стол это польский стол вы не поверите он стоил всего лишь каких-то 80 евро мне кажется очень добротный стол конечно это не натуральный дерево там но выполняет прекрасно свою функцию дело в том что мне хотелось очень большой стол да у него размеры 120 на 70 это чуть чуть меньше стандарта согласитесь что если бы 100 был чуть чуть больше то он бы съел бы еще больше места ну в маленьком помещении все таки не очень бы хотелось кстати моя покупка из швеции мне кажется такой дизайнерский подсвечник кто меня смотрит и швеция тут помнит покупку его он сюда вписался очень хорошо и очень рад что я его не продал эта картина это рига здесь каждый район написан буквами раньше мы жили здесь сейчас мы переехали сюда найдите свой район если вы из риги мне очень нравится это дизайнерская работа продавалась она несколько лет назад в риге я ее когда-то попросил себе в подарок на день рождения подарок я люблю ни в коем случае не хочу от нее избавляться единственно что я очень хочу переделать рамку дуранку я делал на заказ магазине депо сделали просто ужасно до сих пор такой противный мужик это делал прикрепили там на скотч на скотч короче она там выходит трясется вся короче ну вот тяп-ляп сделали нужно хорошая мастерская хочу сделать ламинацию чтобы она долго сохранялась ну естественно магазин депо уже не пойду делать фикус со мной тоже переехал ну рабочее место я считаю очень хорошее до смонтировать вам видео сделать все переходим к шторам есть отдельное видео о том как правильно выбирать шторы как я выбирал шторы в салоне в риге делюкс мне сделали я очень-очень рад что я сделал потолочные навесы да как они правильно карнизы называются они те которые к стене то есть но выглядит очень-очень классно хорошо что я решился это впервые в моей жизни мне никогда таких не было мне очень-очень нравится тюль я тоже заказывал на заказ в салоне мне там сшили посмотрите какая аккуратная красивая сборка мне очень-очень нравится единственное что видите как цвет немножечко отличается я бы хотел может быть чуть-чуть помолочнее чем это очень качественно очень красивая сборка просто она немножко просядет еще опустится да то есть и только-только повесили недавно так что все все еще будет там спальное место для сины он нашел свое место силы так скажем да иди уже спи потому что ты замучился и все хочешь что это же опять замучить покажу вам их за шторе нам состоянием может визуально казаться что они неровны на самом деле они абсолютно ровные дело в том что здесь окно в пол и выходит свет а там окно не в пол да то есть там радиатор и кусочек стены поэтому там нету вот этой проходимости световой действительно так выглядит но я надеюсь что когда они еще чуть-чуть больше опустится что не повешен куда там несколько дней назад немножко выровняется этот момент наверно следующий раз я прям закажу вот по полу правда я как-то вот не рискнул этим сантиметром жертвовать и заказал так чтобы они были чуть выше следующий раз и закажу чтобы они были чуть ниже шторы хорошо защищают от цвета от света эти шторы наверно они мне понравились сразу это нет на заказ вернее их сшили на заказ но это икея шторы называется биртне биртна или биртна вот не помню окончания они полностью солнцезащитные и у них материал как замш они сделаны под замш очень очень приятные плотные они есть в двух цветах или даже в трех по моему но я выбрал вот такой вот песочный очень гармонирует очень красиво сочетается со стенами я надеюсь с этим согласитесь сборка была уже сделана в салоне они продаются изначально в икеи знаете с такими кольцами то есть а наверху были кольца их обрезали там ставили ленту и сборку . поставлена очень очень качественного видите почти под потолок полностью закрываются вот эти штуки и смотрите как классно ездит туда-сюда очень хороший механизм если я не ошибаюсь это был механизм из нидерландов а у меня балкон и уже сушатся вещи здесь как я сказал место для сина и радиатор который кстати можно полностью выключить потому что нас уже лишили отопления в мае если быстро и немножко отвлечься от темы рум тура и о моих первых впечатлениях рассказать чем отличается новостройка в сталинке здесь конечно можно отдельное видео делать мои первые впечатления это том что здесь конечно не так сухо не так тепло здесь реально надо вот найти мне очень было тяжело как-то отрегулировать батарею потому что вроде и ставишь там на четверку да потом дом сообразительные умные энергоэффективные он понимает что там температура повысилась они практически отключены а я бы еще хотел бы немножко чтобы дал было потеплее здесь не так сухо вещи например не высыхают в помещении ну быстро не высыхают не так быстро как в сталинке потому что он за пару часов и все но это очень хорошо кстати для кожи здесь никогда не хочется никаким не кремом намазаться ничего такого потому что вот есть такое вот это ощущение влажности мне может быть хотелось бы чтобы было чуть-чуть посуше вот я после испанского сериала заходите посмотрите на мой канал все что связано с влагой и любыми возможностями заплесневения очень очень не люблю давайте немножко расскажу вам об абажурах я думаю что вы уже обратили на них внимание их два абажура друзья мои не судите строго это временные варианты это ручная работа и это моя работа это такие черные пионы если вы видите я их повесил просто на лампу потому что это строительные вариант лампы да тут даже нету ни плафонов ничего я просто повесил их на лампу это временный вариант потому что все стоит денег деньги надо зарабатывать но если честно мне очень нравится как вам почему временный вариант потому что под действием солнца все равно они когда-то выцветут у меня уже была такая лампа это мой ди-и-у-ай да дует ее селф выглядит очень красиво может быть тут бы хотелось не белое а что-то другое но вот этот абажур чек в кейли стоил 2 евро работа моя конечно она бесценна но материал здесь довольно таки много материала наверно на евро 70 точно есть очень дорогая это шелковая бумага шелковая бумага раньше мне такая была лампа круглая я ее разобрал единственное что они полностью не пропускают цвет поэтому свет идет вот таким столбом но я не люблю потолочное не остекление освещение потолочное освещение я не люблю им я не пользуюсь никогда для меня очень важно чтобы люстра выглядела эстетично чтобы она выполняла какую-то роль в интерьере я считаю что хорошо как вы считаете друзья уже при монтаже видео я понял что наснимал больше чем на час поэтому разделю room tour на две серии спасибо вам за просмотр первой серии обязательно оставайтесь со мной подписывайтесь поставьте колокольчик для того чтобы не пропустить следующую серию где я покажу подробнейшим образом свою кухню а также у нас будет еще челлендж дополнительный где я предложу вам поучаствовать в расстановке мебели ну а также вы сможете узнать например вот зачем мне такая самодельная штучка я придумал который я теперь вот на кухне своей дорогущей не могу жить подписывайтесь оставайтесь с нами спасибо вам большое за просмотр и мы ждем ваших реакций а также ваши комментарии пообщаемся всего самого хорошего пока